Где же найти время на вязание, на любимое хобби? Если вы, так же, как и я считаете, время самым невосполнимым ресурсом, то присоединяйтесь к беседе. Я думаю, что вы мне напишите пару советов, мне это очень важно, поэтому присоединяйтесь к нашему разговору. Сегодня беседа под вязание, вместе с вами повяжем. У меня есть текущий проект, который можно практически не глядя вязать, и поэтому я думаю, что вы со мной тоже вместе очень хорошо повяжете. Всем привет, меня зовут Анастасия, и добро пожаловать на YouTube-канал Рукотворная Ру, который посвящен самым коротким и полезным мастер-классам по вязанию крючком и спицами. И здесь также много информации на околовязальные темы. Сегодня с вами обсудим, как вязать больше, как находить время на вязание. Я думаю, что практически каждая увлеченная своим хобби рукодельница с этим сталкивается. У меня как раз есть тоже час свободного времени, я думаю, с вами сегодня все эти темы и обсудим. Могу, кстати, показать, да, что я вяжу. Это во влоге тоже, конечно, будет. То есть я вяжу сейчас плед, он вяжется единым полотном, и довольно просто его вязать, поэтому я могу практически, не отвлекаясь на спицы, даже обсуждать какие-то темы. Ну, если вот не как сейчас, я прячу край нити, поэтому мне нужно быть чуть более внимательной. Итак, тема о том, где же найти время на вязание, конечно, для меня сейчас очень важная, потому что у меня на руках грудной младенец, и я вообще с трудом понимаю, где найти время, чтобы вязать. Но я нашла несколько таких ресурсов, которые мне помогут хоть как-то этот процесс оптимизировать. Если учесть, что за последние три месяца я связала всего лишь одну вещь, это авоська, то я думаю, что мне нужно что-то вообще с этим делать и хоть как-то находить время. Хотя, вы знаете, с другой стороны, если, конечно, стоит вероятность того, что я могу хотя бы немного поспать, и есть вероятность того, что я буду вязать, то если у меня недосыпь, естественно, я выберу то, что я буду спать. Поэтому здесь, конечно, самый важный пункт, с которым мы все с вами сталкиваемся, это приоритеты. Что же такое, в моем понимании, приоритеты? Это как раз и есть тот самый баланс. То есть, если вы понимаете, что вам совершенно необходимо сделать что-то иное, но не вязать, то, естественно, вы выберете именно это. И, по сути дела, это, конечно, все вопрос личного выбора этих самых приоритетов. Конечно, именно для меня сейчас, в нынешний настоящий момент, приоритетным является все, что связано с ребенком. Но, конечно, не нужно забывать о себе. И я, конечно, пытаюсь так делать, но это не всегда получается, потому что буквально-таки все мое внимание, конечно, сконцентрировано на том, что около меня есть совсем маленькое существо, которое без меня не сможет прожить. Поэтому, естественно, я должна уделять ему максимальное количество времени. Отчасти, конечно, я могу согласиться с таким мнением, что невозможно вообще весь свой мир строить вокруг ребенка, потому что он уже приходит в готовый мир, в тот мир, в котором живу я, например, и там моя семья, мой муж. Поэтому, в принципе, ребенок должен встраиваться в эту систему. Я тоже с этим согласна. Но здесь, конечно, опять же, нужно находить вот эти приоритеты. Что в настоящий момент самое важное? Если у вас ребенок уснул, например, вам нужно самой поспать, или, допустим, вам нужно сделать какие-то дела по хозяйству, или вы можете немного повязать. Последнее время, вот почему у меня буквально-таки процесс-то стал продвигаться, потому что у меня ребенок неожиданно стал спать на прогулке, даже иногда может спать около двух часов. И вот это время незаметно так высвободилось. То есть пока были теплые дни, особенно в сентябре, я могла как раз вязать на прогулке, потому что другими какими-то делами заниматься практически невозможно. То есть одно время ребенок, например, спал в коляске, только если его там качать или возить, а вот сейчас он стал спать просто сам по себе, по непонятной совершенно причине. Но, видимо, это, ну, младенцев вот так вот перестройка всякая идет. То есть совершенно по-разному бывает, конечно. Бывает, что он поспит и совсем маленький промежуток времени, там, 40 минут. Но все равно для меня это вот в настоящее время очень важный фактор. То есть я могу хотя бы чем-то заниматься, находясь на прогулке на улице. И это самое удобное, кстати, хобби вязание, потому что его очень просто взять с собой. Это не какая-то гигантская вышивка на пяльцах, которую ты просто так в парк с собой не возьмешь. А вот когда есть спицы и пряжи, это довольно-таки удобно. Ну, если даже не учитывать, например, характер того, что кто-то является там молодой матерью, у кого-то маленькие дети, можно учитывать фактор работы, например. То есть когда у меня был еще такой рабочий период до декрета, то есть я в любом случае тоже выделяла приоритеты. То есть я, например, выходные оставляла на такой съемочный процесс. То есть получается в будни и до вечера я работаю, а в выходные у меня съемки для того, чтобы я могла что-то загрузить хотя бы на канал. Это и есть постановка приоритетов. То есть смотришь, что для тебя сейчас самое важное. И именно этим и занимаешься. На мой взгляд, это очень правильная позиция. И я прям очень рекомендую всем точно определиться, что для вас самое важное. А с другой стороны, если вы на каком-то этапе поймете, что вязание для вас не так важно, как все остальное, можно на какое-то время или даже на совсем все это забросить. В этом тоже нет ничего страшного, потому что мы за свою жизнь проходим через определенные этапы и периоды жизни, и вы обязательно вернетесь к своему хобби, если захотите. Следующий пункт, который я выбрала, который мне тоже помогает, это вязать в любой свободный момент. Например, сейчас я провожу съемку, я понимаю, что у меня есть какое-то время свободное, условно говоря, и я могу в это время повязать. Почему нет? Это тоже очень полезно. То есть я смогу двойным каким-то образом провести время с пользой, и это тоже хорошо. И вот, как я уже рассказывала, у меня ребенок сейчас периодически, особенно когда бывает такая прохладная погода, он может поспать какое-то время на улице, даже если это будет 30 минут, 40 минут, пусть это будет 20 минут, я вязание беру с собой и вяжу каждую свободную минуту. Если вы, например, находитесь в очереди, на почте, еще где-то, и если есть возможность присесть и повязать, то почему нет? Поэтому желательно, конечно, чтобы был какой-то такой мобильный проект, который очень легко с собой брать вообще везде, чтобы он у вас лежал в сумке или в рюкзаке, то есть был поблизости, чтобы вы могли вязать. Это тоже очень хорошо, поэтому, мне кажется, это вообще полезная вещь, когда вы можете выбрать время, ну пусть это будет несколько минут и все равно повязать. Поэтому да, выбирать каждую свободную минуту и вязать, это, естественно, увеличит вашу продуктивность. Даже пусть это будет несколько петель. У меня здесь, например, 212 петель, я, конечно, не рассчитываю, что я за какой-то определенный момент там завяжу полностью весь ряд. Но я аккуратно откладываю вязание, если у меня нет больше возможности вязать, и довяжу в какой-то следующий момент. Следующий пункт. Если у меня ограничено время, то я стараюсь вязать простые вещи с минимумом расчетов. То есть я, например, четко сейчас понимаю, что я не смогу связать нормально полноценное плечевое изделие, рассчитать петли, там, полностью придумать выкройку, потому что у меня просто мысли заняты вообще совершенно другими вещами. Поэтому я выбрала простую вещь. Это плед. Здесь практически ничего не нужно высчитывать. Я связала условный такой образец, рассчитала петли, примерно поняла, какого размера мне хочется, выбрала рисунки. То есть все это, в принципе, произошло за какие-то там... Ну, может быть, конечно, это и два дня занимало, потому что я это все равно как-то обдумывала. Но это занимает гораздо меньше времени, и меньше вы усилий для этого прикладываете. Поэтому если у вас прям ограниченное количество времени, если вам вообще нет возможности рассчитывать что-то сложное, то свяжите что-то простое. Здесь я не стала брать сложные узоры. То есть здесь у меня идет лицевая гладь, изнаночная гладь и узор рис. Самые простые узоры, которые я выбрала именно для этого пледа. И я думаю, что результат меня тоже полностью устроит, потому что я, в принципе, и не жду ничего такого сногсшибательного. Пока голова занята совершенно другими вещами, можно связать вещи простые, но совершенно такие утилитарные, которыми вы будете пользоваться. Для чего мне нужен, кстати, серый плед? Я, наверное, во влоге тоже буду рассказывать, потому что я поняла, что мне пледов очень не хватает. Есть такие моменты, когда нужно немного укрыться, особенно сейчас осень начинается. Я уже вязала такой большой-большой зеленый плед, но я вязала его именно на оранжевый диван, который стоит на кухне. Именно зеленый плед как-то в комнате не очень хорошо смотрится, потому что здесь по цветам не совсем подходящие оттенки. Я, конечно, не могу сказать, что я прям такой перфекционист и супер эстет, но мне это как-то не очень нравится, поэтому я решила связать такой очень спокойного цвета плед серого, который будет практически подходить вообще к любой ситуации, к любой обстановке. Еще один важный пункт – это, конечно, планирование и тайм-менеджмент. Многим, конечно, не нравятся иностранные слова, но тогда давайте ограничимся словом «планирование». Что это значит? То есть, если я, например, хочу что-то сделать, то я должна все равно хоть как-то это все запланировать. Я должна точно понять, в какой момент я что буду делать. То есть, если у меня какое-то время свободное появилось, я все-таки должна точно знать, что я буду вязать в это время. А чтобы я точно знала, что я буду вязать, то мне нужно провести такую подготовительную работу. В любом случае нужно что-то запланировать. Без планирования вообще никак в нашей жизни. Конечно, если ситуация, например, такая, что у вас там грудной младенец, как у меня, то планирование может вообще трещать по всем швам. Но не нужно, конечно, ругать себя за это. У меня такого вообще никогда не было, если честно говорить, чтобы я там себя как-то ругала и говорила, что я что-то неправильно делаю. Нет, я просто стараюсь делать в этот момент все, что я могу сделать. То есть, если я что-то не сделала, значит, я просто этого не могла делать. Потому что самобичевание вообще никогда ни к чему хорошему не приводит. Я в этом прям твердо убеждена. Надеюсь, что вы себя всегда хвалите и стараетесь хоть как-то поощрять вообще за то, что вы сделали. Потому что если вы сами себя не одобряете, будет очень сложно ждать одобрения от каких-то других людей. А внутреннее ощущение очень важно при нашей с вами творческой жизни. Еще один пункт я отдельно поставила, отдельным пунктом. Это система FlyLady. Это тоже очень серьезно мне помогает в жизни. Я уже в течение очень многих лет применяю частично какие-то принципы FlyLady. Конечно, я не выполняю все-все пункты именно этой системы. То есть, я не мою раковину каждый день, например, на блеск. Но все равно, действительно, кстати, если уж там говорить про какие-то бытовые дела, то, конечно, чистая раковина это тоже очень хорошая вещь. Кто еще не читал про систему FlyLady, почитайте обязательно. Но я бы это еще и называла, знаете как, я называла бы это, наверное, системой каких-то маленьких шагов, что ли. Возможно, есть такое название? Вот напишите. Слышали ли вы такое же? Что-то, мне кажется, смутно такое знакомое. Если мне предстоит какое-то большое дело, я его стараюсь разделить на отдельные этапы. Если, например, я собираюсь связать плед, что я сначала делаю? Я сначала провожу, например, раскопки своей пряжи, нахожу подходящую пряжу для того, чтобы что-то связать. Затем я подбираю к ней спицы, например, вяжу образец, рассчитываю, думаю, прикидываю узор, присматриваю вообще, в каком формате будет этот плед, для чего он мне. То есть, вначале идет вот такое тоже обдумывание идеи, то есть, я делю это все на этапы, я не стараюсь сделать все это за один день, то есть, и сразу и пряжу найти, и связать образец, и рассчитать петли. Нет. Я это разбиваю на отдельные этапы, и так делать гораздо проще. То есть, если у вас есть какое-то огромное, гигантское дело, иногда кажется, что это просто невозможно взять и сделать его полностью. Поэтому я, конечно, всегда предлагаю разбить все это на этапы. Это вам и самой будет проще, и у вас не будет эмоционального выгорания. У меня, кстати, было видео об эмоциональном выгорании в вязании, тоже полезная штука. Нужно обязательно рассчитывать свои силы, и если вы слишком много будете чего-то делать в один день, даже если у вас есть ресурс по времени, то тогда этот процесс вам не будет приносить такой радости, какая могла бы быть. И я, например, тоже постепенно рассчитала петли, постепенно связала узор, постепенно придумала вообще, что это будет, и постепенно начала вязать. Не сказать, что у меня прям сумасшедшая какая-то скорость, но я все равно этому рада, потому что по-другому я просто не могу. Даже если свяжу несколько петель за день, это все равно будет для меня хорошо. Например, в выходные я только на одной из прогулок чуть-чуть смогла повязать. И то было очень холодно, поэтому пришлось много ходить, и вязание пришлось мне спрятать. Так что вот, на мой взгляд, нужно быть благодарным вообще за то, что у вас есть возможность связать даже хотя бы несколько петель, поэтому это очень хороший вариант для всех. И еще я хочу сказать отдельно, что я, конечно, и не рассчитываю, что я, например, буду вязать в таких промышленных масштабах, но у меня такого никогда и не было. У меня не было возможности, в принципе, в жизни, кроме каких-то отпусков, каникул, например, в школе, уделять вязанию большое количество времени. Отчасти это, возможно, грустно, но с другой стороны, каждый такой момент наполнен каким-то особым смыслом. То есть, получается, вы можете уделить время своему хобби и сделать это качественно. В принципе, очень важно, чтобы было не количество чего-то, а качество. То есть, если вы свяжете много вещей, но они не будут вас радовать, например, или они вам не будут нравиться, то в этом ничего хорошего тоже нет, на мой взгляд. Но если вы свяжете, возьмете одну какую-то вещь, свяжете ее просто так идеально в вашем понимании, что вам будет приятно взять ее в руки, то это уже большое дело, это уже большой прогресс. Поэтому я никогда не гналась за количеством процессов. Я всегда хотела просто делать то, что именно нужно мне или, допустим, моим близким. Поэтому я рада каждой петле, каждому законченному изделию, потому что в этом нет никакой гонки и спешки. Я вообще к этому отношусь ко всему без фанатизма и вам тоже советую. Не нужно себя ругать, если что-то не получается. Нужно просто маленькими шагами идти к своей цели. Ну и напишите мне обязательно, есть ли у вас какие-то методы или приемы. Может быть, я что-то пропустила в видео. Может быть, есть еще какие-то важные факторы, которые влияют на то, что вам помогает вязать больше, где вы находите на это время. И, конечно, я никому не посоветую вязать в ущерб своему времени отдыха, например. Я никогда никому не посоветую вязать по ночам. Я стараюсь вязать в дневное время при хорошем освещении. Или, если это, например, узор, который вообще не требует того, чтобы вы смотрели на него прям вот очень внимательно, тогда можно, конечно, вечером вязать. Кстати, еще одним пунктом могло бы быть, да, то, что я раньше очень часто вязала под телевизор, например, под просмотр каких-то фильмов. Но сейчас у меня практически совершенно нет времени на просмотр каких-либо видео на YouTube, например, или полноценного такого просмотра с помощью экрана телевизора. Поэтому об этом я вам ничего сказать в этот раз не могу. Но это, кстати, тоже хороший вариант найти время на вязание. То есть, сесть удобно вечером на диване, включить какой-то любимый свой фильм и спокойно себе повязать. И еще, может быть, пить теплый чай и греться осенними днями. Ну, а если это видео было вам полезно, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте ролик к себе. Всем желаю удачи в вязании, побольше вдохновения. И всем пока! До встречи в новых видео!